А сейчас мы с вами поговорим о том, как правильно хранить косметику. Ну, лично я часть косметики храню в холодильнике на полочке, на дверце. Например, ту косметику, которую просто приятно наносить холодной, как маска, а к удовольствию. Там же я храню гель интенсив регенерации, чтобы он был в доступе для всей семьи. И часть косметических средств, которые редко используют. Основную часть косметики, уходовые, особенно кремовые какие-то текстуры, содержащие масла, я рекомендую всё-таки хранить при комнатной температуре. А не где-то во влажном помещении в ванной, как делают многие. Для этого у меня специально отведён шкафчик. Здесь у меня организована моя косметика, уходовая, часть декоративных каких-то средств, тональные средства. В том числе препараты, которые я испытываю на себе в рамках работы с новыми разработками, которые изобретает и делает компания Гельтек. И здесь же у меня организован специальный контейнер для ребёнка-подростка. Если у вас в семье есть подросток, вы знаете, что подростки – это существа непредсказуемые. Существа непредсказуемые. Кроме того, они очень неорганизованные. Поэтому, если у вас есть потребность у ребёнка пользоваться какой-то косметикой, например, лечебно-профилактической, когда есть клонность к воспалениям, например, то лучше организовать это в каком-то одном месте, и чтобы это всегда стояло именно там и имело лёгкий доступ. У меня здесь хранится гель Демотен для ежедневного ухода, профилактический с серой, сыворотка стопа акне со злаиновой кислотой, когда, допустим, обостряются какие-то воспалительные процессы на коже лица, и сыворотка пробиоскин с пре- и пробиотиками, которую подросток использует и для лица, и частично для тела, когда обостряется, например, атопический дерматит. В ванной я рекомендую хранить только очищающие средства, если вообще необходимо что-то в ванной хранить. Здесь у меня хранятся средства для очищения кожи лица, естественно, гели для душа, тоники, гидролаты, то есть та косметика, которая используется часто всей семьёй, как гель очищающей, например, и расходуется быстро. Тем более, что очищающие средства, как правило, не содержат масел и не так критично относятся к перепадам температур и повышенной влажности, которые всегда присутствуют в любой ванной комнате. Вот такие вот, наверное, способы хранения косметики от себя лично, которыми я хотела поделиться. Если у вас свои есть на эту тему лайфхаки, тоже с удовольствием прочитаю. Пишите в комментариях, как хранить косметику вы, как вам больше нравится, как удобно, как вы организуете косметику для своих детей и подростков. Это будет всем интересно прочитать. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и будем рады вас снова видеть у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!